Фирма на стилькомпании для одежды обязательно должна быть напоминающимся, ярким и современным, но в то же время построим и лаконичным. Основные средства формирования образа фирмы это минимализм, приоритет чертога в графике, локальность и сдержанность, геометрическая лаконичность, контрасты лёгкой линии, футуризм, сочетание практичности и авантаза. Основная философия нашего бренда составляет индивидуальность, удобство, универсальность, яркость и неповторенность. Сфера деятельности компании производства эксклюзивной одежды, аксессуаров для креативных людей, желающих выделиться. Фирма на стиле бренда обязательно должен быть современным и лаконичным. Концепция торговой марки, одежда высокого качества, оригинального кроя, в которой люди чувствуют себя комфортно, красиво, ярко и лаконично. Основная философия нашего бренда составляет удобство и индивидуальность. Одно из основных требований в одежде нашей коллекции — универсальность и возможность сочетать её с другими вещами, придавая яркость образу. Одежда выделяется из основной массы, удовлетворяя эстетическим вкусом потребителя. Наша одежда подчеркивает фигуру и индивидуальность. Я внимательно изучила фирменный стиль аналогов и конкурентов, проанализировав графические и стилистические решения. Основной требовой аудиторией бренда являются люди в возрасте от 16 до 40 лет, относящиеся к социальной группе с уровнем материального доставка среднего и еще среднего. В основном это молодежь, желающая выглядеть модно, креативно, при этом утонченно, стильно и элегантно. Также это люди более старшего возраста, которые придерживаются неформальных глядов и имеющих дизайнерский вкус. Характер нашего потребителя отличается активностью, стремлением к выражению своей индивидуальности, исследованием модных элементов. Поскольку целевая аудитория — это креативный молодой сегмент, люди активные, для которых важно выделиться, проявить себя, выбраны названия, обладающие мощной энергетикой и огромной организацией. Имя для проекта была разработана в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельца этой обстановки AMA. Нейминг был детально проработан для создания благослучного запоминающегося названия торговой марки. Слово AMA является простым и запоминаемым, звучит коротко и сгонком. В таком названии заметен минимализм и конечный знак по шрифту. Прослеживаются геометрические формы. Это варианты разработки логотипа. Первоначальными идеями были рукописное начертание, идея с вешалкой, которая наглядно демонстрирует специфику направленности бренда, прямолинейно-симметрично повторяющиеся начертания. Более сделанные логотипы от руки и вектор. Наиболее удачным оказалось написание названий ровными заглавными буквами с повторяющимися диагональными линиями буквы A и дубликатами средней вертикальной линии буквы N. В качестве окончательного я выбран наиболее простой в исполнении и восприятии вариантов. Принцип построения логотипа. В основе всего фирменного стиля Amo лежит типографиком. В качестве окончательного выбрана самое простое в исполнении и восприятии вариантов. Чтобы сделать образ более выразительным, логотип Amo построен по принципу минимализма, четкости линии и отсутствия декора. Формирование логотипа строится по геометрическому принципу на основе не математической, а визуальной симметрии. Для логотипа характерна простота линии и лаконичность формы. В результате тоже сдержанный, строгий, но не лишённые эмоции дизайн Amo, который с каждым днём наполняется всё больше смыслом удовольствия. Корпоративная цветовая палитра состоит из четырёх основных цветов. Белый и чёрный – самое контрастное и самое классическое сочетание. Оранжевый цвет. Цвет оптимизма и радости – яркий, сильный, динамичный. И серый цвет конфронтный. В основе фирменного аэропорта лежит простой модуль. В основе этого модуля лежит определённый принцип построения, организующий все элементы в единое и гармоничное целое и задаёщий афаракцию всех разниц. Итак, в связи с вами все равно не существует, что это происходит? Так выставлять сможете? Да. Это фирменные текстуры. Справа четыре варианта различных вариантов, которые мы используем для всех коробок, для всех носителей фирменного стиля. Это библиотека аэропорта для упаковочной бумаги. Айвенская компания, в общем, она работает таким образом. Носители фирменного стиля, такие как стикеры, конверты, жуички. Фирменные плечики. Спасибо. У меня вопрос был какой-то. Я уже поняла, что клеточка ваша активная держава только в упаковочных коробок. Внутри упаковочных коробок, такой стоит упаковочная бумага. А откуда у вас упущен клеток? Ввести по коробкам? У вас есть группы, из тех стилеобразующих, которые... У вас есть различные элементы, взяты диагональные и прямые линии, и галочка на другую палочку. А клеточку у вас в прямом? А это раппорт. Это составленный раппорт. Откуда он взялся? Ну, вы уже взяли с телеокарточек или нет. У меня там несколько вариаций. Есть прямой, диагональный и вот... Мой логотип представляет собой ровную форму на основе его. У него только логотип. У него только логотип. У него есть мухой. Где даже стилеобразующие линии? Вот, диагональная линия вот они. И вот эта вот галочка. Это мои стилеобразующие. А еще? А вот сам логотип, название... Нет, правда еще есть. Еще есть телеобразующие элементы, какие-нибудь в вашу. Которые у вас в записке... Фирменные шлифы, фирменные шлифы, фирменные цепя. Шлиф, ну, что же, шлиф, ну, 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 шлиф. А шлиф? Где? Там? Где? 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 Это, по-моему, это не интересует. Нет, извините. Меня не интересует. Мне интересует вот это. Это документ. Почему здесь нет? Я не знаю, что я не знаю. Ну, что, ум, ну, мать закликула? Да, 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 да. А-а-а-а-а-а. А-а-а... Вы шлиф, а я не работаю? Да, отпешите, может? У меня также есть английский дисперифитер, но в отличие от того, чтобы я не буду ругать этот уровень. Я спрашиваю, почему у вас маркетуры разные? Главная маркетура – тихоя. Это фирменные блокады. Это блокады новой коллекции, он выполнен в черно-белом стиле, потому что коллекция называется BDW. Это блокад о скидках. Он выполнен в оранжевом цвете, чтобы привлекать внимание. Композиция очень динамичная и говорит о скоротечности акции. Ну и вот они такие разные, в связи с разными коллекциями. Мишки для одежды. Там одежда с надписью. Это одежда с надписью? Мишки нарисованы? Это одежда с надписью под грудью. У нас использованы бирки разработанные, фирменные. Два вида чеклов – короткие и длинные. И это лицевая сторона. А также у вас фирменные пленчики с логотипом. Бирки, шинтики, этикетки. Все будет разработано. Хорошо? Хорошо. Перейдем? Принците. Принците. Анастасия создала лаконичную и динамичную форму. Близкую по духу направленности компании. Подчеркивающее творческое начало актов и коллекции компании. Применение психологии цвета как основа для восприятия логотипа целевой аудитории говорит о кропотливой работе, которая привела к успешному результату. Компания «Ама» приобрела свой фирменный отрасль, интересный, запоминающийся с возможностью дальнейшего развития. Графические образы и текстуры, созданные Анастасией, ядки и эмоциональны. Они не только задаются в компании, но и говорят о профессиональной способностях дипломницы. Дипломный проект охватывает не только фирменный стиль, представленный визитками, бланками, конфетками и другой свинейной продукции, но также сайт компании и плакаты. Плакаты выполнены в минималистическом стиле. В дипломнице проделана огромная работа. Ее результат говорит о недоурядных профессиональных качествах Анастасии. Не помните, справилась с поставленной петьми задача, что говорит о ее высоких профессиональных навыках и дослуживает высокой оценки. Анастасия? Ну, мне понравилось, что Настя очень активно работала в базовой своей деятельности. Вот она показывает дипломные записки. Очень серьезный лист, где существует практически больше 12 вариантов, чем там логотипа. И здесь она действительно проявила хорошую вариативность и серьезно заинтересовалась. Потому что, видимо, она сама интересуется подобной тематикой. Может быть, она помимо своих музыкальных талантов, в которых и есть, она занимается музыкой, танцами, и ее интересует явно еще и дизайн одежды. И еще у нас такие студенты полифонисты, я смотрю. Видимо, может быть, близость территории или действительно какие-то совместно проведенные досуги. Я не знаю, на них это очень сильно влияет. Потому что очень многих, я смотрю, студентов, есть такая полифоническая деятельность. Кто-то их фотографирует и занимается дизайном одежды. И здесь Настя как могла старалась соединить к себе вот эти все свои интересы. Конечно, она человек работающий, ей не всегда удавалось прямо, я не знаю, дневать и ночевать. Но, тем не менее, она старалась активно работать. Даже вот фотосессию, которая легла в основу этой работы, она тоже сделалась настоятельно. К сожалению, она не успела нам ее показать. Но она действительно специально организовала студию, делала фотосессию, поэтому даже многие образы, луки для вот этой модели там были сделаны на троп, каким-то ее эскизом. Поэтому она вообще творчески. Я надеюсь, эту серию принесет в дальнейшем хорошую занятие, вот эта база, в принципе, и хорошее статусное развитие. Спасибо. 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 Достяк, стерейте голосовый ряду, пожалуйста, давай. Молодой человек, второй мне, я думаю, поможет, когда будет. Стервитер, трейдер. Пусите свое, заставляйте, полосы стерей. Пусите свое, заставляйте. Пусите свое, заставляйте.